всем привет с вами андрей сегодня готовлю вкуснейший говяжий суп с фрикадельками и шафраном и так для начала берем сковородку растапливаем сливочное масло добавляем лук к луку добавляем говядину мне понадобилось 150 грамм говядину обжариваем до того состояния чтобы она закупорилась нам не нужно полностью ее пожарить нам нужно запечатать мясо супер она даст непревзойденный вкус и останется влажным вернее не влажным а сочным и добавим еще немного красной сухой паприки говядина сочетание с паприкой дает очень сильный вкус одну чайную ложку тмина и три лавровых листа и все обжариваем смотрим чтобы наша говядина полностью закрылась запечаталась паприка еще сильнее раскроет вкус говядины и у нас получится вкуснейший говяжий бульон после того как мы запечатали говядину подавляем кастрюлю перекладываем туда говядину добавляем воды ставим на огонь добавляем соль воды добавляем до половины кастрюли потому что мы еще будем добавлять туда картофель фрикадельки если будет мало воды то всегда можно ее добавить главное лучше не перелить и доводим до закипания берем 450 грамм фарша солим перчим и готовим фрикадельки вначале разминаем отломили потом делаем шарики я делаю маленькие и так делаем пока не закончится весь фарш после того как вода закипела делаем огонь поменьше отправляем фрикадельки в суп варим пять минут этим временем займемся пока картофелем начищаем 7 8 картофель нарезаем на кубики одну картофелину не нарезаем оставляем целиком потом в конце я скажу для чего мы это делаем прошло пять минут отправляем в бульон целый картофель и нарезанный на кубиках теперь я объясню почему он целиком это рецепт моей семьи не этот рецепт передала мама маме бабушка целый картофель мы варим он впитывает весь бульон весь вкус супа и потом после того как этот целый картофель сварился мы его доводим до состояния пюре и обратно отправляем в кастрюлю таким образом суп получается намного вкусней обязательно попробуйте не пожалеете и так после того как добавили картофель варим 13 минут не забываем добавить 1 грамм шафрана все перемешать закрыть крышкой и таймер на 13 минут чтобы суп был еще более наваристый добавим 1 неполный стакан риса можете рис заменить пастой макаронами я решил добавить рис и теперь ждем 13 минут когда картошка сварится по истечению времени достаем картофель как я говорил толчем его толкушкой и отправляем обратно в все перемешиваем держим на огне 2-3 минуты рис готов картофель готов наш суп соответственно готов закрываем крышкой даем постоять 3-4 минуты и наш суп готов всем спасибо за просмотр кому понравилось видео ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на канал с вами был андрей пока пока